Приветствую друзья! После довольно таки успешной серии наушников посвященных временам года в компании BQA взялись за природные явления. Причем первую модель из этой линейки под названием Wind реализовали в полуоткрытой конструкции с двумя излучателями. Один из которых 10мм динамик, а второй такого же диаметра драйвер костной проводимости. Что-то похожее у них уже было в модели Winter, но здесь все в значительной степени переиграли. В общем как всегда у BQA есть просто интереснейшие наушники, на них сегодня подробно и остановимся. Собственно поехали! Пришла модель в небольшой картонной коробке с перечнем ее технических характеристик. Откуда мы узнаем, что внутри установлен 10мм динамический и аналогичного диаметра драйвер костной проводимости. Причем импеданс всей этой конструкции составляет 38 Ом, а чувствительность 113 дБ. В комплект нам положили инструкцию, простенький плотный бокс, щеточку для ухода за наушниками, пару пенок и целых три набора силиконовых амбушюр разного цвета и диаметра сердечника. Насадки в принципе нормальные, можно пользоваться, но я также попробовал и с фирменными KBR07. Кабель выглядит очень солидно, плотный, витой, податливый, в моем случае сразу на балансный джек 4,4 мм и с сопротивлением на каждой из жил равным всего 0,15 Ом. Просто великолепное решение, менять его нет никакой необходимости. Сами чашечки полностью сделаны из металла, с как видим по внешней части полуоткрытой конструкцией и целым набором отверстий внутри, где помимо классического уже для компенсации динамика находятся два винта и две прорези драйвера костной проводимости. Снаружи же нас встречает наименование модели и стилизованная под какой-то иероглиф металлическая сеточка. Смотрится это достойно, в ушах модель сидит удобно, да и звукоизоляция здесь на весьма приличном уровне. Вот так друзья это все и выглядит. По измерениям у нас абсолютно стандартный по амплитуде и скорости затухания импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике достигающие всего 0,2%, что просто сверх достойно. Фаза ведет себя естественно, а затухания на 30 и 60 дБ дают абсолютно чистую картину без сколь-либо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ с комфортным таким заходом на середину, чуть более выразительное выделение области разборчивости, легкий пик имитации ушной раковины и чуть более выраженный на 8,5 кГц для усиления резкости звучания. После чего акцентами на 14,5 и 17 кГц нам возвращают звук в воздух и слегка подсвечивают верха. Замена амбушюр как видите слегка сдвигает пики и чуть корректирует амплитуду прогибов на внешней половине диапазона. Настройка в принципе классическая со всеми акустически важными акцентами. Такое мы уже не раз встречали как в нижнем, так и верхнем ценовом сегменте. По подаче, в отличие от модели AFL Magic One у нас тут не недостача, а наоборот некоторое изобилие масштабности и ширины звучания. Настолько, что в этом легко угадывается эффект расширения стереобазы. Из-за которого, кстати, чуть-чуть страдает позиционирование, то есть голос начинает звучать не с конкретной точки, где по идее и располагается исполнитель, а отовсюду вокруг. С родными насадками данный эффект, на мой взгляд, не особо выражен, а вот Scyber 07 превосходит все допустимые пределы. Звук словно размазывается по всему диапазону частот. Так что при выборе амбушюр, особенно к данной модели, надо быть предельно аккуратным. Впрочем, есть у масштабности и свои положительные аспекты. Образы строятся большими, цельными и очень насыщенными, да и сцена своей шириной буквально поражает воображение. Хотя правильным такое звучание я бы не назвал, слишком уж близко мы расположились к исполнителю, практически стоим к нему лицом к лицу. Да, есть в такой интимности свой особенный кайф, но поймет и оценит его далеко не каждый. Бас, тут я соглашусь, здесь гораздо массивнее, чем можно наблюдать на графике. Но то и понятно, поскольку эффект от драйвера костной проводимости почти не участвует в измерении. Однако именно он и дает то самое усиление низкой частоты. При этом сам бас хорошо выражен, глубокий и в достаточной степени текстурный, без какой-то особенной хлесткости или панча, но все равно весьма годный. Серединка живая, насыщенная, солидная по масштабу, без особого ухода в разрешение и микродинамику, но с очень неплохой передачей деталей и просто эталонной четкостью. Высокие, особо одеяла на себя не тянут, однако вполне ощутимы, протяжны и ровно с такой же массивной фактурой. Слушается это, как я уже сказал, сверхмасштабно, выразительно и довольно таки музыкально. По крайней мере, погружение в материал здесь совершенно фантастическое. Но тут всплывает еще один важный нюанс – данным наушникам просто критически необходим хороший такой запас по мощности. То есть от маломощных выходов мобильных устройств герои обзора, конечно, заведутся, но полного раскрытия, к сожалению, не будет. Поэтому настоятельно рекомендую их рассматривать исключительно с балансным штекером, так как только с ним вы сможете их полноценно прокачать в связке, например, с Mondrop Dawn Pro, Eclame PD4 Plus или Shanling UA4. Ну и на всякий случай замечу, что громкость к раскрытию наушников не имеет прямого отношения. Звук может быть достаточно громким, но в силу недостаточной мощности – откровенно вялым или невзрачным и дело тут вовсе не в наушниках. Я бы рекомендовал к ним источники от 80 мВт на 32 Ом нагрузки и выше. В сравнении же BQ и Swint мне больше всего напомнили новенький T-Audio Hype 2. Там столь же хорошо выдержан масштаб, упор идет на макросоставляющую, все очень сочно, мелодично и с тем самым волшебным вовлечением в материал. Да, в Hype 2 масштаб чуть поменьше, деталей наоборот побольше и сильнее выражены высокие частоты. Однако по своему характеру они прямо-таки как братья-близнецы. Другая модель, тоже чем-то напоминающая героев обзора – это флагманский EPS 530. Только там еще меньше масштаб, сцена сильнее отдалена и куда выше прорисовка текстур. Все остальные наушники, что у меня под рукой, скорее про скорость и техничность, чем про мелодику, комфорт и выразительность. Наружу они немного играют. Что там конкретно звучит, разобрать конечно сложно, но в полной тишине окружающим вас будет слышно, как и вам громкие звуки из окружения. Согласен, это минус, но такова плата за естественность и открытость звучания. А зажатыми или ненатуральными назвать винт буквально язык не повернется. Они как домашние тапочки – комфортные, мягкие, в достаточной степени подробные и акцентирующие нас на цельных музыкальных образах, а не на совокупности звуковых пикселей. Бас тут, как говорится, качает, серединка вкусная и широкая, а верха лишь немного дополняют и чуть подкрашивают мелодическую картину. По стилистике же герои обзора, на мой взгляд, абсолютно универсальны. Ограничением для них могут стать лишь штреки, требующие прямо чрезмерной техничности и ультравысокой точности в прорисовке нюансов. Но таких, откровенно говоря, даже в моей фонотеке единицы. К примеру, с такой довольно серьезной задачей, как симфонический оркестр, они справились чуть ли не играючи. Суммарно, гибридные наушники BQ SWIND удобно сидят. Кабель в комплект положили шикарный, куча насадок на любой вкус, почти отсутствующие искажения и приятное такое вовлекающее в материал звучание. С заметным усилением басов, широкой, сочной, немного даже чересчур масштабной серединой и чисто контурными верхами, без грязи, рези, сибилянтов и песка. К минусам модели отнесу необходимость приличного такого усиления, открытую конструкцию задней крышки и легкий перебор с масштабом и интимностью подачи виртуальной сцены. Да, звучание могло быть еще детальнее, но, поверьте моему опыту, того, что здесь есть, более чем достаточно. А так, подача тут больше про макроуровень, музыкальность, комфорт, объем и насыщенность. Из тех случаев, когда надел наушники и буквально провалился в пучину аудиальных вибраций. Чему хорошо так способствует установленный внутри драйвер костной проводимости. Тактильный контакт к звуке это всегда про реализм и глубину. Очень достойные наушники, не без вопросов, но мне лично понравились. А на этом у меня все. Это были наушники Backface Wind. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем друзьям добра. Продолжение следует...